В общении, да, мы начинаем друг друга знать, и церковь это не клуб, это не КВН, это не концерт, который зависит от зала, да, зависит, ну, концерт, как ты без зала. А тут, да, все может быть, поэтому мы находимся в режиме упования на Господа, если Господь хочет, чтобы мы сидели еще в теплых залах, будем сидеть, дни благополучия, пользуйся благом, но если пора уже куда-то нас в более суровые условия помещать. Мы, когда сюда зашли, думали, здесь суровые условия, здесь очень холодно было, и страшно, и все завалено было каким-то хламом, помните, да, вот это первое служение здесь. Я смотрю это видео, думаю, ухо, и потом понимаешь, да нет, может быть и похуже, похуже, но чем хуже, тем лучше для нас, чем хуже условия, вот на этой истории о церкви, когда церкви становится хорошо, все, ей становится плохо сразу, она начинает тухнуть, гаснуть. Провели в Америке исследования, ну, какие-то умные американские эти верующие, что как только у церкви появлялось свое здание, там заканчивалось пробуждение в это, и движение Святого Духа заканчивалось в такой церкви, почему-то. Очень, ну, большой процент тех, кто вот не было своего, горели, появилось свое, погасли, как бы стремиться не к чему, все есть, все, никто не гонит, никто, платить не надо уже за аренду, все нормально. Поэтому мы находимся в таком, знаете, вот евреям, какая-то глава про веру, помните, 11, читали? И там перечисляет этот человек, который написал послание евреям, перечисляет людей, что одни заграждали усталь вам, помните, да? Прогоняли полки чужих, выживали там, проходили из огня живыми, то есть, но другие были замучены, были перепиливаемы, убиты в изгнаниях, то есть и те, и другие были в вере, но у одних был вот такой результат, у других такой. Что это нам говорит, что может быть все, что угодно? И если мы еще живем этой философией харизматической, которая говорит, что если ты с Богом, у тебя все будет всегда хорошо, изобилие, здоровье, благополучие, успех, процветание, то мы уже промазали мимо веры. Потому что если мы живем в вере, у нас может быть и скудные времена. Умею жить и в изобилии, и в скудости. Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Все интересное закончилось. Теперь о слове. Знаете, вот в Африке, в Южной Африке, вообще темнокожие люди, вот когда мы были в ЮАР, мы с этим столкнулись. И любой пастор, который служит среди черных, он вам расскажет, что большинство из них, их не надо убеждать славить Бога. Они славят Бога, они танцуют, они эмоционально это все делают. Вы видели, как это происходит? То есть даже вот эти вот, ну, хоры вот эти вот, они же многие люди неверующие, но они поют там, что он скоро идет, и там танцуют в этих, видели, в красивых одеждах. И очень заводно. И потом выходит какой-то пастор и тоже начинает там, я не слышу вас, скажи аминь, аминь. Но очень часто, вот кто там служит, они говорят, что они любят танцевать, петь, но они не любят учиться. Они не хотят слово изучать. Они не хотят, ну, такую, знаете, неэмоциональную часть христианства иметь. Хочется веселиться, фестивалить, радоваться. Но когда ты говоришь, давайте углубимся в слово, ну, это скучно, давайте еще потанцуем лучше. И для таких людей, в принципе, по большому счету, что пред Богом, что перед какой-то там, я не знаю, публикой одно танцевать. Что под христианскую песню, что под Майкла Джексона похожие эмоции какие-то. Такого не должно быть у нас. Опять интересная вещь в конце хвалы произошла. Опять какой-то траверс небесный накрывает. И мы не спели песню, которую хотели, такую хорошую в конце, медленную, такую, именно алкогольную песню. Ну, в хорошем смысле. Что мы ее пока репетировали, я аж опьянел. Но оно ушло куда-то все вот это. Потому что время такое. Мы же призваны отражать на земле то, что происходит на небесах, а не диктовать. Так, у нас сейчас тихо-тихо там ангелы угомонили, сейчас у нас тихая песня. Тихое веяние, пожалуйста, Господь. Три, четыре. Не, он не лакея, не автомат, где можно кинуть, сникерс получить, кинуть, орешки получить. Сегодня хочу орешки, завтра сникерс. Но мы ловим эту атмосферу неба, ловим, улавливаем, что сейчас там? Тихое веяние, или громкий вот этот трубный зов, или что-то громыхает, или что там сейчас? О чем сейчас говорит небо? О любви или о войне? Или о тишине, или о крике? И мы это отражаем здесь на земле, как ретрансляторы. И когда мы на земле отображаем то, что происходит на небе, вот Царство Божие приходит так. На днях, значит, на днях, ну кто в Хаиль, там я делился, в молитве попадаю, попадаю в духе. Ну кто, уже знаете, как в духе, мы иногда попадаем куда-то. Это не то, что я решил, они попасть ли мне. Просто молюсь, как обычно, лежу на диване, вообще не на коленях даже. Лежал, молился, закрыл глаза. Я попадаю, вижу себя в комнате, я понимаю, что эта комната, как военный вот этот штаб, где, знаете, на столе большая карта, и там какие-то решаются, и вокруг стоят люди. Видели в фильмах вот такое вот? То есть они не на поле боя находятся. Вот это да, я не знал, что такая есть функция. Это, знаете, что пробудитель. Когда буду видеть, что кто-то спит. Аллилуйя. Ставьте. Этот штаб, он не находится там, где рвутся снаряды. Они находятся чуть-чуть в отдалении, но из него они координируют. И вот я увидел на столе план определенный, план. И я быстро его, ну, насколько мог, запомнил и зарисовал себе, записал. Знаете, как подсмотрел там вот в этом, в генеральном штабе, что там планируется сейчас. И вот об этом сегодня поделюсь. Но вначале вот это слово. Вчера, пока готовился, Матфея 11, вспомнилось это слово. И очень интересно в контексте. У меня есть, знаете, сейчас другие переводы. Знаете, есть современные переводы. У меня современный русский перевод есть такой. И, ну, я вспоминаю всегда в синодальном, честно скажу. Я никогда в других переводах мне почему-то на память не приходит. Приходит только в синодальном. Вот я открываю. 11 глава Матфея, 12 стих. От ней же Иоанна Крестителя. До ныне Царство Небесное силой уберется. И употребляющие усилия восхищают его. Все это знают, слышали. И я думаю, посмотрю в... А я помню, что уже это место перевели по-другому. Совершенно другой смысл. И я смотрю мой современный русский перевод, любимый. А там как раз таки переведем, знаете как? Одней же Иоанна Крестителя Данилий, Царство Небесное, подвергается яростным атакам. И люди насильственные расхищают его или как-то что-то вот в таком. То есть совершенно другой смысл. Здесь читая, как понимаем, что тот, кто прилагает усилия, получает царство. А там же говорится, что вроде царство, кто вот прилагает усилия, плохой, плохой парень. И я понял, откуда дует ветер. Это вот с этого вот пацифизма, экуменизма и всего, чтобы против войны, чтобы только извратить. И я прочитал это в современном русском, расстроился. Но решил почитать. Они дают ссылки, знаете, всегда. И к их чести переводчиков они дали другие еще возможные. Они пишут, это одно из самых тяжелых в понимании мест Писания. Поэтому еще есть такие значения. Царство стремительно прокладывает себе путь. Это то, как можно с греческого вот этого перевести. Царство добиваются всеми силами. Но всегда, когда мы попадаем в какое-то вот непонятное место, и, знаете, когда тебе рассказывают, что это значит, а дух противится этому толкованию. Говорит, нет, что-то это не то. Да, все складно, все грамотно, но мое нутро не принимает. Всегда ищите какие-то похожие высказывания в Библии. И если мы откроем другое местописание, где об этом же Иисус говорит в Луки 16, то все становится ясно. Потому что в Луке 16, как бы, это та же мысль, но изложенная другим человеком Лукой. 16 глава, 16 стих. Законы пророки Даяна. С этого времени Царство Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него. Вот уже, как бы, и все яснее стало. И вот теперь об этом по порядку. Когда я всегда стараюсь, есть сайты, где подстрочный греческий перевод. Вы знаете их? Я стараюсь всегда залезть. Я залез, я прочитал, там все так же, как у нас. Вот если дословно брать эти слова, все так же, как у Царства Небесного, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Но тут было откровение. Я начал смотреть, что это за личности, которые у нас перевели, как употребляющие усилия. Вообще это одно слово в греческом, не два. Это на русский перевели употребляющие усилия. Это очень интересное слово. Я его не выписал себе, вы можете посмотреть. Но значение его это борцы, войны. Вот так вот. Войны. Приобретают Царство. И это очень было согласно с тем, что я увидел в этом видении, вот о чем хочу поделиться. Но вначале другое видение. Столько видений в последнее время. Но Бог сказал, будут видеть видения. Будут. Юноши ваши и дочери ваши. На служении во вторник, молитвенном, во время хвалы я увидел, как что-то спускается с неба, и оно как бы вот сюда в лоб нам всем входило, и отсюда на плечи. Как звезда какая-то, как какой-то камень, как вот, как это что-то такое яркое, яркое. И я когда посмотрел на плечи, там погоны. Знаете, на плечах у воинов погоны. Для чего погоны нужны? Чтобы видеть знаки отличия. Чтобы было видно, там, майор ты, или рядовой, или сержант, или прапорщик. И там разные вот эти, разные там полосочки, звезды, у кого что, в разных армиях. И также они носят кокарды вот здесь вот на лбу, да, когда, ну вот эти вот все. То есть знак принадлежности вообще, откуда ты, кто ты вообще, чьих ты будешь. И когда это видение было, я получил сразу истолкование. Вот почему я, да, мы говорили с братом, получаете видение, сновидение, нету толкования, да отложите его в сторону, не надо заморачиваться. Не надо, вот прямо кровь из носа, чтобы мне его объяснили. Пусть Крюковский сейчас проснется, и все мне объяснит. Вот все. Срочно, пишут, срочно, Дмитрию Крюковскому перешлите мой сон, важность жизни и смерти вопрос. Нет, так не будет. Если Дух Святой ясно дает тебе какое-то видение, откровение, но нету ноль, никакого понимания, положите его, не выкиньте в сторону, просто на полочку, я не знаю куда, в шкафчик. Время придет, и все станет понятно. Не все сразу открывается. Так вот, я получил сразу понимание, что это знаки отличия. Почему на плечах погоны? Владычество на плечах, на раменах. То есть власть лежит на раменах. Иисус на раменах нес крест. Власть, то есть когда мы видим человек там с погонами подполковника, понимаем, власть, власть, вот она здесь у него, отображается. То есть нам не надо, чтобы он показал нам, да видите, я полковник, сейчас еще Путин придет, подтвердишь, что я полковник. Мы видим знаки отличия, понятно, надо уважать все. А кто там, ну какой-то сержантик, можно попроще себя вести с ним. То есть разная власть, разный авторитет, потому что на небесах власть дается тоже ни по блату, ни по родству, ни за спасибо. За что повышают в звании? За заслуги. Или нет? За заслуги. То есть когда ты выслужил какое-то количество лет, был верен, был исправен, не был замечен в каких-то мутных делах, человека повышают, дают ему новое звание. Это не происходит каждый день, это происходит там раз в сколько-то лет. У нас то же самое. Царство небесное с силою берется. Власть это возможность нести царство в большей мере. Но почему в лоб вначале? Это мышление. Мы в своем призвании растем по мере изменения нашего мышления. Со старым мышлением нельзя давать власть. Нельзя. Мы пожигаем города, когда будем не в духе. Мы поубиваем правительство своими молитвами, если нам не дай Бог дать власть, как этому Елисею и Илии. Если я человек Божий, пусть сойдет огонь на тебя и на твоих пятидесятников. И вот так бы уже спалили баптисты-пятидесятников, пятидесятники-харизматов, харизматы всех. По максимуму всегда берут. И все, остались бы головешки без церкви. Поэтому власть дается по мере изменения мышления. А чем меняется мышление? Словом Божиим и Духом Святым. Когда мы... Почему нужны проповеди? Кто-то говорит, мне проповедь не нужна. Через проповедь Бог меняет мышление. Идет откровение, идет слово. Почему он сказал апостолу, уважайте у трудящихся среди вас, особенно тех, кто в слове трудится. Потому что через слово что-то меняется в мышлении людей. И сегодня там где-то в Мурманске, где-то в Магнитогорске уже пошли колья забивать. Где-то там в странах разных. Почему? Что-то поменялось, что-то понимание пришло. Чего раньше этого не делали? А мы не знали. А что, это можно так было? Это работает? Ага, так мы пойдем. И колотят уже. Но еще скоро колотильня начнется только скоро. Начнут колотить, знаете, как волк, ну погоди. Помните яйца? Помните, когда уже их так много, что ты уже не успеваешь? Вот враг будет реально как волк этот. Не успевать, реагировать. Со всех сторон колья полетят, молитвы. И все, и уже потеряет контроль. Он не всемогущий. Так вот, меняется мышление, и мы растем в призвании своем. У каждого из нас, хорошо, я так скажу. Ух, это такая тема. Вы знаете, что каждый человек, абсолютно каждый, имеет дарование от Бога. Каждый, верующий, неверующий. Кто в ад уходит, тоже уходит с даром от Бога. И есть апостолы, которые не служат Богу, но этот дар, мы говорим, вот это все мертвое. Нет, мы говорим, дух мертв в человеке, но человек культистый выходит в духовный мир духом, духом, невозрожденным, мертвым, но они выходят. У них есть дух, но они рожденные свыше. Колдуны, ведьмы, они же духом это все делают, соединяются с нечистыми духами, не душой же. Точно так же дар в каждом человеке есть. Верующим, неверующим, этот дар помогает ему в жизни, даже если он об этом не знает. Поэтому я вам говорю точно, все люди, совершившие какие-то глобальные открытия прорыва, это апостолы Божьи. Просто они не служили Богу. Но этот дар в них помогал им пробиваться. Почему другие сели и сидят, да нормально, на телегах будем ездить. Да ничего, соломой там задницу вытирать. Да нормально. А кто-то говорит, нет, ненормальный, начинает изобретать что-то. Вот посмотрите фильм, как мотоцикл изобрели. Про Харли Дэвисон, про мотоцикл. Посмотрите, вот эти братья Харли, по-моему, они называются. Очень классный фильм, сериал небольшой, где вот у людей, понимаете, идея такая, в велосипед надо туда мотор прицепить. Какой мотор? Ну нет уже мотора. Это сейчас пошел там, выбрался и прицепил. Они вытачивали, создавали, из машинного переделывали. Все ломалось, все не получалось, деталей не было. Воровались с завода Форд, где работали потихонечку. Их за это наказывали, ругали. То есть и в конце концов, сегодня этот мотоцикл известен на весь мир, как самый лучший. Ребята сделали прорыв. Это апостольские дары в людях. Евангелисты, кто, кем они становятся, когда они не из Бога. Очень успешные маркетологи, рекламщики. То есть люди, которые могут промоутеры, продвигать, навязать, доказать, что тебе нужна вот эта фигня, она тебе нужна за пять тысяч. Это евангелисты. Но просто их дар служит не Богу. Сколько певцов сегодня, которых слушают, говорят, а-а-а, млеют, млеют. Он так поет. Знаете, я вообще не учу, мне нравится Филипп Киркоров, но поет он круто. Ну круто, но нельзя сказать, что он плохой певец. Он хороший певец, отличный. Но этот дар служит сегодня не Богу, но это дар Божий в человеке. И мы все отражаем свои дары, понимаете? Во всем, что нам нравится, не нравится, чем мы увлечены, да во всем. Мне один написал, ну, верующий говорит, брат, не гоняй так на мотоцикле. Ну, увидел где-то там видео. Я думаю, да я же всегда это знаю, что нельзя гонять, но я такой, я такой человек, и я ему не ответил, но я вот сейчас скажу, если бы я так не гонял, мы бы знакомы даже не были сегодня. Понимаете? То есть я сегодня стою здесь, потому что во мне этот дар Божий. Я, когда мы покупали мотоцикл, вот мышление, почему, смотрите, разное мышление, сформированное даром. И я говорю, первый вопрос, знаете, какой мне везде, что мы смотрели? Сколько он разгоняется? Вот самое большее, сколько на нем можно поехать? И знаете, что, мы не пробовали. И я такой, как можно, как можно не попробовать хотя бы один раз, сколько он разгонится максимально? Это же интересно, это же, ну, для чего он? И в первый же день, когда, ну, я его забрал, чуть-чуть подсохло, я же на московскую сразу. Это надо проверять, сколько он поедет. Это не то, что, знаете, дурак. Это, вот, я сегодня, сегодня говорю, мы, вы бы никогда о Юрии Кузьмины не слышали, если было по-другому. Если, ну, 100, 120, я езжу, все отлично. Это не то, что я гоняю, как больной какой-то там, знаете, как есть ракетчики по городу. Но все равно, это американский футбол, я сейчас анализирую, нормальный человек никогда в жизни не пойдет в этот спорт, где тебя могут покалечить на всю жизнь, на тренировки. Или пауэрлифтинг, то есть занесло же, почему вот человек ходит в тренажерный зал, он там 50 килограмм и тебе жмет годами. Нет. Давай сколько, вот сколько можешь только. Пока не придавит, пока вот, пока не треснет что-нибудь. Давай. Я помню, когда мы это делали, меня засовывали в этот комбинезон вначале всем залом. Потом все его высовывали. Вот в этом комбинезоне и тут красные глаза, такое все, дайте на шатря. А эти ходят нормальные, которые... А зачем? А зачем это? Вам за это деньги дают? Нет. Почему? Зачем? Потому что мы такие. Вот почему. Нас такими Бог сотворил. Ну, я имею в виду вот некогда. Поэтому я понял же, ну, не получится так тихо, спокойно, средненько, так тихонечко. Все будет... Да, страдают такие люди. Да, попадают в беду чаще остальных. Да, кто-то, может, из жизни уходит раньше времени, но эти дары, они в нас. То есть, вот эти пророческие, апостольские дары, мы даже их не осознаем, но они толкают нас на какие-то решения, поступки, которые бы нормальный человек не сделал. Так вот, изменение мышления помогает нам расти в нашем призвании. И власть, которую мы способны нести, становится больше в соответствии с тем даром, что в нас. То есть, в ком-то, может, апостол сегодня из вас есть, апостол, но он проявляется на 0,3% пока. И по мере изменения мышления этот процент будет расти. И расти. Что я увидел? Я увидел, что ну, вот такой вот как ее назвать, я не знаю, давайте карту, да, скажем. Карту. Сейчас что-то поярче. То есть, была вот такая зона очерчена. И такая огромная, огромная вот прямо красная какие-то это, не новые, да, принес. Эти. Ну, красная она была, будет синяя, да? Ну, вы поняли, это красная такая стрела, стрелка. То есть, вот, это была одна зона, вторая и третья. И это была зона комфорта. зона комфорта. И из этой зоны эта стрелка выводила нас в зону боевых действий. Зона боевых действий. Боевых действий. То есть, она была маленькая, здесь большая такая зона и дальше большая. И маленькая такая полоска это зона боевых действий. И вот здесь была написана территория территория нашего наследия. Наследие. Такая корона. Здесь была. То есть, царство. Территория царства. То есть, эта территория лежала за территорией боевых действий. И между зоной комфорта и территорией царства находилась вот эта военная зона боевых действий. Я увидел следующее. Я увидел вот здесь на границах этой зоны вот здесь вот много окопов. Окопы. Для чего роют окопы? Чтобы удерживать оборону и чтобы тебя не убили быстро. То есть, вот это эти были зона окопов. В этих окопах, смотрите, многие уже привыкли там жить. То есть, здесь более комфорта, здесь менее. То есть, чем ближе к зоне боевых действий, тем меньше комфорта. То есть, отсюда постоянно прилетает. Понимаете? Прилетает отсюда. Бомбит враг постоянно вот эту вот как она, приграничную вот эту вот зону. Многие уже привыкли жить или точнее выживать в окопах верующих. Люди построили себе там жилища. Ну, какие-никакие земляночки там нарыли. Постепенно обживаешься. Какой-то появляется даже комфорт. Где-то там фикус там в горшочке. Построили себе там жилища. Посадили огородики маленькие в окопах. Маленькие такие. Ну, свое. Знаете, свое зато. помидорчики там, малинка, огородики. Завели хозяйство. Знаете, это все в окопах. Это то, что я увидел. То есть, там жизнь кипит в этих окопах. Под землей вот это вот все там в земле. Там какие-то цыплята, огородики, там семьи позаводили. Знаешь, мы встретились в окопе и прожили там счастливо, но недолго. Люди живут в своем, пусть маленьком, не очень удобном, но относительно уютном мирке. И я понял, что самое сложное это будет вылезти из этого окопа и шагнуть туда. Потому что это очень глупо идти. Знаете, как верующие, мы же говорим путь креста, посвящения жертвам. Мы все равно идем, какую-то цену платим. И мы подходим вот к зоне боевых действий и не делаем шаг дальше. Это глупо. Это как дойти до Ханаана и развернуться и уйти назад, что было у Израиля. То есть, вот уже, вот, а-а-а, там великаны, там ерихоны, там страшно. Давайте где-то здесь будем хотя бы удерживать оборону. И вот что в окопах делается? Вот это вот, бомбежка, бомбежка, мяч цеплят, цеплят. Огороды накрывай, Вася, Коля, накрывай огород. Пронесло. А ну-ка, шмальните туда что-нибудь. И дам картошечку, картошечка. А чем шмальнуть-то? И вот так вот оно как бы держится на этом. Но отсюда мы кричим, да придет царство твое, оно тут. И вдруг в Матфея читаем, что царство Божье силою берется. То есть нам придется преодолеть, пройти эту зону боевых действий, чтобы войти в свое наследие в Ханан. Или жить в 0, 0,3% от своего потенциала здесь. Помните, что произошло с ребятами, кто не пошел за Иордан? Они свиней разводить начали. И когда Ишула туда пришел, там стада свиней, стада свиней, такого не видели мы еще. Стада овец есть, коров, но стада свиней, знаете, тысячи свиней. Вонь, грязь, они же вонючие. Возле свинофермы проезжаешь, когда сразу чувствуешь, что где-то свиньи тут живут. Так и с людьми, да? Поэтому, знаете, как этот год 2019 назвали? Год желтой земляной свиньи. Желтой земляной свиньи. Поэтому всех этих хрюшек поросят не покупайте и не вносите мерзость в свой дом. В этом году свинство вне закона. Потому что иначе свинство начинается по жизни. я не хочу ни с какими свиньями, особенно желтыми, земляными, иметь дело, даже в виде игрушки. Потому что если придет, принесут тебе такой пакет соплей, говорят, на тебе, это на год свиньи, ты скажешь, что идиот, что ли, не буду это прикасаться. А когда игрушечку дают в школе, вот, вот свинки, ну, дочке неудобно. У нас сразу, нам в школе дают, но мы едем со школы к мусорке. Дочка выходит, едем дальше. Все, мы мерзость в свой дом не заносим. Так написано, не вноси мерзость. в метре. То есть, это некое возрастание отсюда и вверх. И он назывался вектор духовной зрелости. Вектор, не буду писать неудобно, вектор духовной зрелости. То есть, соответственно, здесь зрелость на нуле, знаете, младенцы, новорожденные, молочко, там, потом, что там, кашки, пюрешечка, ух, сегодня такая проповедь была, пюрешечка из яблочка, ух, без зуба похлебали пюрешечка сегодня. На яблочко, нет, мы в это не верим. Почему? Зубов нет. Поэтому мы не верим в яблоки, в мясо, все твердое. Но мы сейчас пели, зарычали львы, выросли, клыки. Уже с этими волками, сфотографировался, вот я говорю, что с Криковским дружить, это себе дороже выйдет потом. У него откровение за волков, я уже получаю за волков. Нормально. У волков клыки есть, видели, как волки они? Они сразу показывают, ты понял, с чем тебе дело иметь? Собаки, у нас такая шавка маленькая, и так, что-то не то, она уже показывает, у меня есть, видите? Могу, могу. Один дядька сказал, что с собаками знает, но не знает, сколько работает, что надо смотреть собаке в глаза и зубы показывать. Это для нее как признак, что ты как бы доминируешь. Но она правда не на всех работает. Некоторые продолжают на тебя смотреть и показывать свои, понимаешь, будет драка. то здесь уже, видите, духовная зрелость, невозможно в нее попасть без войны. То есть, есть этап нашего роста, вот он здесь, нам придется пройти эту зону боевых действий, чтобы возрасти, потому что корону одевают не на детей, а на наследников, которые уже достигли возраста. Наследник пока в детстве ничем не отличается от раба. Бегают, играют вместе, дерутся и так далее. Но когда наследник достигает возраста, он входит в свое наследие, ему дают печать, ему дают корону, полномочия распоряжаться. Вот, это план Божий, который я увидел, что будет происходить. Сейчас будет идти призыв выходить из зоны комфорта и идти в зону боевых действий. И это придет к тому, что церковь начнет расти духовно. Иклисяст пишет войне и время миру. Время войне и время миру. Я хочу, как Дэвид Хоган Сказать вот так Иисус Царь И чтобы все в зале сказали Адамин Дэвид Хоган тут находится Человек уже зону боевых действий Туда-сюда пересекал сотни раз Знаете, есть те, что ходят туда-сюда постоянно Их уже боятся и отходят в сторону бесы Знаете, я такой Прошел, прошел Но если я сижу здесь и хочу, как Дэвид Хоган Такого не будет Короны нет Звезд на погонах нету Погон еще нету даже Погоны даются в зоне боевых действий Они вот здесь, вот в люльках В детских садах, в яслях В парках аттракционов Вот есть в церкви, как в парке аттракционов Люди приходят покататься на чертовом колесе Мы тоже на колесах катаемся Только на колесах славы Божьей А кто-то просто вот по кругу Порожняк, знаете, вот это колесо Порожняк Каким сел, таким вылез оттуда в итоге То есть Господь два раза говорил в Библии такую вещь Первый раз Он говорил Перекуйте серпы ваши на мечи Помните? А другой раз говорит И перекуют мечи свои на серпы Или на орала То есть металл, мы как металл Можем быть в форме серпа для жатвы Или можем быть в форме меча для войны И вот Бог нас переводит Из одного состояния в другое Периодически Мы хотим жатвы Я хочу быть серпом в твоей руке Я хочу собирать жатву Встань мечом вначале Что такое меч? Меч Ну вот он висит Это крест Да? Как меч выглядит? Меч это крест И пока мы не берем свой крест Мы не можем быть его учеником Мы будем жить в огородиках вот здесь Но многие избегают Говорят, да ну его нафиг это вот Там сидеть Я пойду уже жить на широкую ногу Развлекаться, ездить, отдыхать Посмотрю мир Что мне вот это все Ваши эти окопы задолбали Ну я могу понять Что задолбали реально Поэтому надо идти вперед Надо Скоро Господь поведет В атаку Знаете как эти командиры? В атаку И вот это надо же вылезти будет Самое тяжелое для церкви будет Перейти из осадного положения В наступательное От обороны к наступлению В чем еще загвоздка? Многие считают, что жить в окопе Это и есть воля Божья Я же в войне Ну вроде как отбиваюсь Только тебя долбят Ты никого не долбишь Тебя долбят Ты просто выживаешь Фух Попустила Фух Прошло Ой Миновала Миновала тяжелая пора Сейчас отдохнем Хоть немножко Это не воля Божья Это не воля Божья Воля Божья Это чтобы мы жили Как дети царя Жили И носили его царство Со властью Как Дэвид Хоган Да? Как Тибет Джошуа Как другие ребята Которые говорят Во имя Ишуа На Мадабука Там гонят Конечно много Но этот человек Прошел зону боевых действий Не раз И когда он в Севастополе был И молился Я первый раз его увидел В живьем Но я даже скептически Сидишь Ты чувствуешь Власть Власть В том Что он говорил Нам придется проходить Эту зону боевых действий Вот здесь вот Смотрите Также этот вектор Мы говорим Вектор духовного роста Также это вектор Усиления войны То есть Чем больше мы растем духовно Тем больше мы вовлечены в войну От кого зависит Исход сражения От тех у кого звезд больше На погонах Всегда за головою Какого-то генерала Охотились намного Яростнее Чем за рядовыми Всегда Цель убить Лидера Вот командующего Тех которые вот Вот застрелить вот это Вот которые командует там армией Есть знаете Я смотрел передачу И там вот Атаковали Когда уже Мочили фашизм И вот они уже там Позапирались В своих убежищах И там показывают С этой стороны подошла Там 51-я армия С этой там какая-то 30 какая-то армия То есть В самой армии Были еще армии И вот это похоже Как у Господа Происходит Соединение Вот войск Они назывались Как Такая-то армия Подошла Наступать Наступать Не люблю Это Никогда Давно не делали Не очень люблю Но вот сейчас Скажите Это Рэма Кому-то рядом Наступать Наступать Это ключ Не стесняйтесь Скажите Наступать 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 По мере зрелости Мы переходим От обороны К наступлению Царство Божье Восхищают Употребляющие усилия Или дословно Борцы Войны Вот кто сюда Заходит Сюда не заходят Девочки Там на каретах Понимаете Сюда есть один путь Через войну Через зону Боевых действий Поэтому Всякий кто зашел сюда Он воин Уже Он не может быть Не воином Никого Орлы Как в фильме Хоббит Не перенесут Сюда Знаете Умные Прочитали книгу Эту Фильм Посмотрели Властелин колец Умные И что они сказали Да надо было Чтобы Фродо С кольцом Посадить на орла Залетели Туда Быстричку Закинули Пока никто Не видит И улетели Что вот это Вот это вся Конитель Вот с этими Мордами Это все идти Далеко так было Вот умные ребята Вот так и христианство Господь Чтобы сейчас На этом служении Твой Дух Святой Меня перенес Через все это И я бы оказался Уже у Папы На коленях В короне Со скипетром И такой Знаете Так Чтобы Начать Править Вообще Сейчас По щучьему Велению Или там По Божьему Велению По моему Хотенью Ступайте Ко сани Да А езди Ко моя машина Без бензина Теперь Вот Лафа Для дураков Это Это ж Иван Дурак А мы ж не дураки Зачем Богу Дураки В этом смысле То есть такие Как Хатабыча Да нам Джина нам Да Нам не нужен Саваоф Нам джин нужен Который бы Мои желания Исполнил А потом Как эта Идиотская Эта песня А когда надоест Приди Крест Повиси Там Ненавижу Эту песню Не слушайте Ее Христиане Там Унижается Крест В этой песне Повиси Ко на нем А когда надоест Типа знаешь Такое Сходил на крест Потом пошел Гулять по воде То есть Все уже сказано Я думаю Все понятно Надо заканчивать Царство берется Не из окопов Оно приобретается В атаке Выживая Мы не принесем Никогда Царство Божье На землю Никогда Мы не увидим Небесного Царства В Симферополе Если мы запремся И будем просто Выживать Пересиживать Только Когда мы идем В атаку Проходим Крест Проходим Эту зону Боевых действий И входим В территорию Нашего наследия Мы можем Царство Божье Приносить На землю Войны Войны Восхищают Царство Божье Вот почему Без зоны Духовной войны Церковь Никогда Не станет Невестой Христа Путь В зрелость Потому что Невеста Должна быть Зрелой Невеста Должна быть Зрелой Иисус Не педофил Он На маленькой Девочке Не будет Жениться Невеста Должна быть Зрелой А путь В зрелость Лежит Через Духовную Войну Все То есть Подытоживая Путь В царство Лежит Через Борьбу Через Войну И Хочется Мне Этого Или нет Если я Буду Расти Я сюда Попаду Автоматически Есть момент Когда мы Единицы Какие-то Крохи По всему Лицу Земли Туда-сюда Проходили Эту зону Боевых Действий Как такие Знаете Лазучики Помните Иисус Навин Послал Двоих Но приходит Момент Когда весь народ Должен будет Туда пойти И что-то Вот мы говорили Этот звук Мы высвобождаем В этом звуке ДНК Война Которая Соприкасается С ДНК Война В человеке Верующим И активирует Его Господь Призовет В атаку И я верю Что многое Поднимутся Оставят Свои Огородики Курочек Гусиков Земляночки Мои Вот эти Любимые Обжитые Уже Утепленные Знаете Обшитые Гипсокартоном Уже все Научились Может даже Отопление Провели И в атаку Куда А там Мины Там снаряд Убить Могут Там больно Бывает Но после Креста Ишуа Написано Поэтому он Был увенчан За претерпение Смерти Увенчан Славой Поэтому Бог Его Превознес И дал Ему Имя Выше Всякого Имени И он Посажен Превыше Всех Начальств Властей То есть Проходя Сюда Мы Становимся В позицию Над Духовная Война Отсюда И духовная Война Отсюда Сильно Отличается Отсюда Нам Приходится Сюда Мы тебя Связываем Дьявол Ты Понял Братья По-моему Он не понял Давайте еще Три-четыре Часа Будем Рассказывать Ему Чтобы он Понял Вот до Хрипоты Помните Эти молитвы Лица Синие Зеленые Становились Вены Волазили Вон Оно Работает Но Позиция Войны Отсюда Ишуа Изгонял Духов Словом Где Слово Царя Там Власть Он Не может Не послушаться Выйди Вон Легион Не Маленький Бесеночек А легион Это Войско Войская Часть Целая Это Бесы Были Не бесят Они Вни Вши Это Армия Была Внутри Человека Демоническая Выйди Вон Пожалуйста Разреши Пойти В свиней Там Тоже Своя Тайна Почему Он Им В свиней И Почему Они В море Пригнули Но Вот о чем Вот эта война Отсюда Мы не будем Орать У нас не будут По 3-4 часа Молитвы Прорыва Это будет Молитва Три минуты Может это два слова Будет Господь посылает Ты подходишь К зданию Правительства Высвобождаешь Это слово И уходишь И там Начинаются Процессы Необратимые Вообще Которые Никакая власть Не может с этим Соперничать Бог Ставит И снимает Царей В Библии Царей Ставили и снимали Пророки Всегда Пророк говорил Все Конец Твоему царству Ты взвешен На весах И найден Легким До свидос И там И там Какие-то Сделали Заговоры Умертвили По слову Пророка По слову Господа Через пророка И ставит Господь Царей Давида Ну то есть Вы понимаете Как это Все Серьезно Но это Будет доверено Тем у кого Мозги поменялись Нам нельзя Давать эту власть Пока мы еще За старыми мозгами Мы начнем Вредить Вредить А не Созидать Божьему царству Пока мы злимся Гневаемся Выходим из себя Нельзя давать власть В пылу гнева Можно Знаете Пистолет достать Начать стрелять А потом Ой зачем я это сделал Когда уже в тюрьме сидишь Какая глупость Поэтому нам нельзя давать Нам власть будет дана Тем кто Будет послушен Господу Кто прошел крест В определенной степени Кто для своих амбиций Умер Он никогда не пойдет Ах так Сейчас я Сейчас у председателя совета Ага Он мне там Кусок огорода моего украл Сейчас я В молитве Ему покажу тебе Сейчас Эта тварь такая Сейчас ты у меня попляшешь Спать не будешь больше Буду тебя во сне являться И мучить Нельзя такую власть давать Навредим Поэтому проходя Боевые действия Что это такое Это мы не бесов Конечно гоняем Многих понимают Духовная война Это с бесами С бесами Нет У нас война С собой идет Просто здесь Мы спим А когда человек спит Он прекрасен Видели Вот У меня просто Папа выпивал сильно И он буянил Иногда Бушевал Я помню Ну я не буду Там рассказывать Но именно Ну страшно было Когда человек Бушует И потом Затихли Затих Затих Выхожу Смотрю Спит Фу Красота А Прекрасный человек Замечательный человек Когда спит Так вот Пока Человек спит Здесь Все хорошие Мы приходим На служение Брат Сахалин Аллилуйя Мы тебя любим Он говорит А я как вас люблю Если бы вы знали Там мы тебя больше Нет Я больше Я смотрю все видео И ставлю Лайки ставишь Ставлю лайки Иди Я тебя поцелую Да Но стоит нам попасть В зону боевых действий И с нас начинает Вылазить Тварина такая Которая готова Жрать Бить Убивать Ненавидеть Зубы точить Сеять Вот это Сейчас всех настрою Против тебя За то что ты там Лайк не поставил Сейчас расскажу Что это за Этот Приезжал к нам Волк из Сахалина Ух Чтоб вы знали В черный список Ты добавил его? Добавьте Медведи Замечательно Вау Мне это нравится Определенно То есть Вот В зоне боевых действий Нас выворачивает И начинается война Не только с бесами С собой Эта война С обстоятельствами Весь Ну не знаю Вспоминаются мне Этой песни Я чувствую Закрывая глаза Весь мир идет На меня войной Все против тебя Начинает Как будто Как на зло Колесо спустилось Как на зло Кто-то тебе что-то должен Умер Некому долг отдать Вот оно все Все одно К одному И ты ходишь Как будто тебя Рвут на части Это тоже зона Боевых действий И только пройдя ее Мы входим В шалом Который превыше Ума И уже Из этого шалома Нас достать Нельзя Этими стрелами И тебе пишут Да ты Да ты Да ты никто Вообще Да ты посмотри на себя А тебя не касает Тебе даже не больно Потому что Когда ты смотришь С высоты И видишь эти стрелы Они такие Ну еще Попробуйте Соберись Давай Натяни уже Так чтобы попало Не долетает Оно Боли не причиняет Вот здесь Окей Отец Спасибо тебе За слово Которое ты Даешь Благодарим тебя Что мы подошли К этому времени Когда Будет этот призыв И он уже начался Когда люди Твои будут Выходить С окопов Своих Насиженных мест С этих Зоны Этого Относительного Комфорта И устремляться В атаку Оставляя Какие-то там Приоритеты Какие-то ценности Позади В своем мышлении Прежде всего В своем сердце Отлепляясь От старого И устремляясь Вперед Чтобы принести Твое царство На землю Чтобы было Как написано Да святится Имя Твое Да придет Царство Твое И да будет Воля Твоя На нашей земле Как на небесах Мы благодарим тебя За всех Кто уже Вошел В зону Боевых действий Кто уже Вошел В эту духовную Источность Креста Голгофы Кто уже Умирает Для себя Кто уже Преодолевает Какие-то Обстоятельства Которые Просто Как долины Смертной тени Проходя их И высвобождая Свежие Источники Откровений Свежие источники Мудрости Введения Силы Для остального Божьего народа Мы благодарим тебя Господь За то что ты Победил И ты Делаешь нас Победителями Не только Теоретически Не только По благодати Не только Благодаря тому Что нам Вменено Но и Фактически Когда мы Начинаем Побеждать Реально В каждом Дне своей жизни В своих Искушениях В своих Каких-то Соблазнах Каких-то Проблемах Которые Мы не могли Пройти Побеждать И воздавать Тебе за это Славу Мы благодарим Тебя За все Что ты Совершил Мы молимся Чтобы твое Царство Было восхищено Твоими Борцами Твоими Ротоборцами Твоими Войнами Пусть Поднимутся Тех Кто устремится Вперед В атаку Чтобы принести Твое Царство На эту Землю Чтобы являть Его Являть Его В каждом Дне своей Жизни И небесным И земным И преисподним Мы воздаем Тебе Славу Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Аллилуйя Слава Тебе Слава Тебе Господин Нашей Жизни Благодарим Тебя За Твою Победу Благодарим Тебя Благодарим Тебя За Хаиль Которая Поднимается Благодарим Тебя Что Твой Огонь Он Выведет Народ Из окопов Из ущелий Из пещер Где мы Прятались Как Гедеон Мы видим Что в Гедеоне Ты поднял Апостола Ты поднял Военачальника Который Повел В победу Израильский Народ Мы верим Господь Что даже Из трусливых Из тех Кто сейчас Еще скрывается Прячется Хочет Не ищет Неприятности Но поднимутся Эти полководцы Эти генералы Эти военачальники Которые Поведут Твой народ К победе Не воинством И не силою Но Духом Твоим Аминь 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 Когда мы будем Возрастать Власти Которая нам Дана Теоретическая Власть Замечательно Помните Книга Кеннхембина Власть верующего Одна из первых Что я прочитал Христианскую Такая с мечом Черная И там Описано было Что у тебя Есть вся власть И это звучит Правильно Но хочется Практического Переживания Не только Вроде бы Как есть Но как доходит До дела Как будто нет Вроде бы Как я Могу наступать На всю силу Врачи Но получается Не на всю Через раз Как-то получается Иногда Чувствуешь На тебе Лапа чья-то С какой стати Вообще на мне Лапа Если у меня Власть То есть Изменение мышления Война-то Она в разуме В основном Протекает То как мы Думаем То как мы Относимся То как мы Воспринимаем Все К одному Подошли Сказали что-то Обидное Он улыбнулся И сказал что-то Хорошее В ответ А к другой Затаил Обиду Или сказал Что-то в ответ Или потом Пошел И рассказал Кому-то За спиной Какой-то Ну гад Вообще Он прикидывается Только прикидывается Правильно Не-не-не-нет Это разное восприятие Оно из-за Состояния Мышления Но проходя Вот эти вот Мясорубки Наше мышление Меняется На раз Ты уже Перестаешь Огорчаться Подрезали тебя На дороге Ты в шаломе Вообще Улыбнулся Аллилуйя Едь с Богом Езжай Он там что-то Там показывает Едь с Богом Мир тебе И он думает Слушай Какого-то Встретил Странного Сегодня Все что-то Гавкают В ответ А он Улыбнулся Послал Поцелуй Воздушный Вот это работает Будут текать Подумают Что ты не той ориентации Надо валить Валить А ты просто Его любишь И все Такое как есть Вот так вот Поэтому По поводу Нас как церкви Да вообще Никаких планов Таких Ну что будет дальше В атаку В атаку Вот чувство Что в атаку Скоро пойдем Не мы одни Бог В чем это будет Выражаться Посмотрим Но точно Вот свое Вот это вот уже Знаете Такое когда Как узнать Что ты в окопе Все уже По циклам Знаете Жизнь Распределена На циклы Ты уже знаешь Каждый день Недели Что и когда У тебя будет То есть все Вот по кругу Двигается Это уже все В окопе Окопался Значит Окопался Потому что Когда мы В зоне боевых действий Вообще непонятно Где ты будешь И никаких гарантий Нету Что завтра ты Дома окажешься Или там покушаешь Покушаешь То есть Вот 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 оно Но царство Царство Тем кто побеждает Отец дает Поэтому вам Всем Слушающим И внимающим Побеждать Побеждать А как побеждать Если нет врага Вот поэтому Враги есть А победа большая Значит Враг большой Должен быть Ну Если вы Встав ночью Задавили Таракана Это победа Конечно Победа Определенная Но такая За нее Награду На небе Не дадут А если Голиафа Завалили Это уже другое Это повлияет Не только на вашу Там Ванную Комнату Это повлияет На все Поэтому чем больше Враг Нам не надо Его бояться Кто-то говорит О больше враг Больше цель Отлично Теперь Помнишь Одного окружили Этого Генерала Враги Им сказали Там Сэр Все Мы окружены А он говорит Ну теперь-то мы точно знаем Где враг Все Мы теперь точно не промажем Они везде вокруг нас Поэтому Мы уже будем воевать Наверняка Вот так вот Аминь Благословение Благодати Устройства Вам во всем Следующее воскресенье Еще Скорее всего Тут Но если Вдруг Вы пришли сюда Никого нет Значит Надо искать Куда делась Церковь Может такое быть Вы придете Тут никого Но мы кого-то Пришлем Значит Где-то будем Дома Где-то будем На улице Где-то Другой зал Другое место Может быть Чердак Какой-нибудь Господь Предусмотрит Все эти Переезды Просеивают Хорошо Церковь Вот кто-то Тут случайно Знаете Случайно Ну как-то Прилип Прилип Бывает Идешь Что-то Прилипло И когда Просеивается Оно Отлипает И все И потерялось Не надо Жалеть Потому что То, что Наше Оно Никуда Не денется Хоть Где-то Хоть В чулане Хоть В дворце Служение Проводи Оно Будет Аминь Все С Богом Продолжение следует